Приветствую вас! И мне хотелось бы сразу отметить, что если вы ни в чем не виноваты, переставайте с мужчиной. Если вы ничего не делали для того, чтобы его чувства к вам остыли, если вы не ссорились, если у вас не было никаких конфликтов, не было никаких проблем, а не было разногласий, что у мужчины есть определенные причины для того, чтобы так себя с вами вести. И, скорее всего, причины его поведения кроются в том, что у него есть определенные трудности. Может быть трудности как раз таки на работе, может быть трудности какие-то еще, может быть с здоровьем какие-то проблемы. Очень жестко бывает так, что если мужчина испытывает проблемы именно по мужской части, то он отдаляется, как раз таки очень отстраняется от женщины совершенно, не бывает с ней ласков и так далее. То есть не торопитесь думать, что его поведение это вследствие того, что любовь к вам прошла, что это вследствие того, что его чувства к вам остыли. Вы, для начала, попробуйте выявить, что могло измениться в жизни мужчины, что могло случиться, что вот так его поменяло. Вот попробуйте для начала это проанализировать. И вполне вероятно, что мужчине сейчас нужна ваша поддержка. Вполне вероятно, что мужчине сейчас нужно от вас, чтобы вы отнеслись к нему с пониманием, чтобы вы помогли ему пересиделись в трудный момент. И потом, когда все наладится, вы будете у стоминатора переехать с отмеком. Тут нужно сказать так. Да поскольку у вас есть очень четкий временной подрезок, это месяц назад, то в первую очередь можно более внимательно проестудировать, что-то с вами происходило непосредственно в момент перелома, в момент изменения отношений мужчины к вам. Может быть, вы чего-то не доглядели, может быть, вы чего-то не увидели, может быть, чего-то не заметили. Далее следует, конечно же, задать ряд вопросов. Например, повлияло ли его изменение на общение с вами? То есть, так же ли вы взаимодействуете с ним? Так же ли у вас происходит контакт? И если да, то в процессе общения постарайтесь выяснить у него, какие могут быть проблемы у человека, что его может беспокоить, может быть, его кто-то очень сильно волнует, и он просто не хочет попрещать вас. Такое тоже бывает. Вы почему-то сразу думаете плохое. Вы почему-то сразу предполагаете худшее. И это, конечно, может быть и правильно, но не всегда соответствует действительности. Как верно подметил коллега, может быть, вы своим поведением, своим отношением отчасти так же спровоцировали то, что произошло. Тогда нужно уже анализировать вашу жизнь, ваше развитие в плане семейной жизни, в плане личной, в плане социального проявления и так далее, чтобы помочь вам увидеть те моменты, которые нужно подправить, которые необходимо изменить, поменять и так далее. На этом все. Поскольку ваш вопрос достаточно общий, то соответственный ответ на него такой же общий. За более конкретными рекомендациями вам нужно либо обращаться к понравившемуся вам эксперту, либо дополнить более подробно ваш публичный вопрос. С этим все. Если какие-то уточнения появились ко мне, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи!